С 2015 года Самара представляет собой городской округ с внутригородским делением, где каждый район наделен собственными полномочиями и имеет свой бюджет. При этом предоставленных району полномочий недостаточно, чтобы в полной мере решать все задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления. Возвращение к прежней системе, когда районы входят в структуру городской администрации, эту проблему решит. Прямое подчинение главе города, наверное, это самая оптимизация власти, потому что не будет таких разделений полномочий. Полномочия внутригородских районов касались 74-го ГД, законы. И, конечно, были прописаны, но частично не все направления. И у нас всегда получалась такая не конфликтная ситуация, а спорные вопросы, кто за что конкретно отвечает. Изменяя в данный момент систему, мы убираем эти все белые пятна. Изменения могут коснуться и представительных органов власти. Реформа предполагает упразднение системы районных депутатов и возвращение прямых выборов в Городскую Думу. Сегодня у нас районных депутатов 210, если мне память не изменяет. И полномочий у них практически нет никаких, и ни финансирования никакого. И они даже с народом практически решать вопросы не могут, когда приходит житель, обращается за какой-то помощью. У депутата нет возможности ему помочь. Общественники Советского района Самары поддержали инициативу по проведению реформ органов местного самоуправления. Если изменения найдут поддержку у населения во время публичных слушаний, Дума выйдет с предложением внесения изменений в устав города. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Игорь Казановский, События. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина.